Приветствую, дорогие братья и сестры, моя супруга Виктория. Я скажу без лишней лести, что большая честь и привилегия сегодня быть вместе с вами здесь, в этой церкви. И было очень большое желание побывать у вас. Я прошу прощения, расскажу, вот братья в Братской спрашивали, сколько у нас опыт семейной жизни. Я сказал, что месяц, ну и пошутил, что мы уже можем семинары проводить. И один брат упомянул одну такую деталь, когда супруги с разных сторон на тюбик давят, знаете. Вот у нас с Викторией совпало так, что мы одинаково давим на тюбик, поэтому у нас меньше проблем. Буквально месяц назад мы поженились, и вы знаете, всем, кто не женат, я немножечко долго тянул, женился, к сожалению, в 33 года. Братья, ну не тяните, поверьте, это очень классно и здорово. Сестрам, сестры и так все знают. Я еще раз, да, хотел представиться. Вы знаете, Господь благословил, и с недавнего времени так получилось, в буквальном смысле, что я стал пастором, хотя никогда этого не хотел. И я бы, наверное, начал бы чуть-чуть со свидетельства на тему, наверное, на эти миссионерства, молитвы и ходатайственные молитвы. Я бы, наверное, сегодня об этом хотел поразмышлять с вами вместе. И в августе, в начале августа наш благословенный родственник, ваш служитель, брат Сергей, сказал, что в церкви деревни Доброе 100 лет исполнилось. И вы знаете, очень много навело меня на мысль, на анализе всего вот этого времени, которое прошло. В нашей церкви в следующем году будет около 25 лет всего, в вашей церкви больше 50 лет, и в церкви Доброе 100 лет. И вы знаете, проезжая некоторые места, я узнал, что есть церкви, у которых еще больше 100 лет, они уже существуют. И я размышлял в таком ключе, это же сколько поколений молились, сколько поколений назад молились о будущем, о настоящем, в котором мы живем, и еще о будущем. И вчера чуть-чуть вспоминали, кто в каком поколении верующий, знаете, не для того, чтобы кичиться этим, я даже не скажу, в каком поколении верующий я, но иногда, когда переживаю определенные обстоятельства жизни, я думаю, Господи, откуда силы, откуда приходит вот что-то такое сверхъестественное. И одна из причин, это потому, что кто-то на несколько поколений, может быть, назад молился и ходатайствовал уже наперед о нас с вами. Может быть, вы не знаете, может быть, вы знаете даже своих родственников, но не знаете, как было тогда. Кто-то произносил молитвы, кто-то ходатайствовал о вас, может быть, не родственники, но сегодня мы переживаем удивительное время благодати, в котором находимся. И вы знаете, для меня очень трепетно находиться здесь, я здесь был первый и, слава Богу, не последний раз, я второй раз здесь у вас. Это в 2001 году мы были в ноябре, попали как раз на день рождения церкви. Я помню голос Сергея на одном из видеороликов, который тогда группа медиа сделала такое слово. Я создам церковь, помните, и врата ада не одолеют ее. И анализируя день рождения нашей церкви, была жатва у вас, была жатва у нас тоже там. Один из таких, наверное, атрибутов жатвы – это размышление или подведение итогов. До чего дошли, к чему пришли, ну и с чего началось. И вы знаете, размышляя о миссии и евангелизме, братья спросили, где мы бывали, как в регионе у нас ситуация. И подводя такой некий итог, на сегодняшний день я понимаю, что достаточно много церквей, достаточно много братьев и сестер. Но еще 20 лет назад, 30 лет назад их было очень мало. И если бы не человек, который откликнулся на призыв Божий, поехавший в определенные места, конечно, Господь бы, наверное, нашел кого-то другого. Но вы знаете, Господь сегодня обращается лично к нам с вами, или даже, если хотите, к тебе обращается. Дорогой мой брат и сестра, готов ли ты ответить на его призыв, на его слово? И размышляя о возрасте церкви, я вспомнил, конечно же, Брестскую церковь, вспомнил деревню. И я не знаю, размышляли вы в таком ключе или нет. Я думал иногда, Господи, ну, большая церковь, понятно, устройство, хорошо все, есть служение такое, служение такое, служение такое, служение такое, служение такое, этим служим, этим служим, много-много-много-много-много всего. Ну, а маленькие церкви, как они, ну, в каком-то смысле, зачем они нужны? Извините, я так утрированно даже скажу. Есть уже устроено, но вспоминая даже вот о нашем отце, я не знаю, как он, но я вообще бы не представлял, что какой-то маленький подросток, ребенок в деревне, где нет даже магазина, мог бы в хорошем смысле слова дослужиться до епископа. Господь вверил в такую ответственность большую. И ведь, да и тогда, наверное, никто бы не мог подумать. Но Господь творит удивительно. И вы знаете, удивляюсь, что по человеческим меркам сегодня человек что-то ищет такого человеческого устройства. И как бы желания, мечты в каком-то смысле они очень ограничены. И иногда я так самокритично анализирую, думаю, Господь же ведь хочет дать несравненно больше. И столько примеров из священных писаний, когда Господь давал больше просимого. Вы знаете, помните разговор Господа и Соломона, что ему и одно предлагалось, и второе, но он попросил мудрости, да? И Господь ему дал и это, и приложил все то, чего он в каком-то смысле не желал. И вы знаете, и Господь работает и производит свои чудеса и свое дело. И, знаете, выходя на это место, чуть-чуть, вот еле сдержался, хотел аж заплакать, что-то так коснулось, повспоминал об отце. И сегодня хотел бы посвидетельствовать о том, как Господь, вот от моего отца вы знаете отчасти. Меня чуть-чуть не знаете, надеюсь, я вас не испугаю. Вы знаете, я никогда не хотел вообще быть пастором, никогда не хотел быть проповедником, хотел быть минималистом, хотел быть таким, вот, знаете, не нужно было ни наград, ничего. Вот лишь бы где-то вот табуреточка где-то была, местечко мое, и вот, и хорошо. И мне было бы этого достаточно. Но, как выяснилось, у Бога был немножечко другой план, у меня был свой план. И вы знаете, вспоминая переезд отца, нашу поездку сюда, где он встретился со своими сослуживцами, которые когда-то по призыву отправились. По призыву я чуть-чуть военным сленгом буду говорить, уже извините. Господь призвал, и они, как призывники, отправились в отдаленные места земли для того, чтобы служить там Богу и нести Евангелие. И в детстве, как бы я об этом не размышлял никогда, а потом с возрастом начал об этом думать. Думаю, Господи, зачем тебе откуда-то издалека присылать кого-то, вот делать такую ротацию кадров в каком-то смысле слова. Но у Бога свой план, у Него своя логистика, свои перемещения, и Он сделал так, как посчитал нужным. Но с чего все началось? Вы знаете, мы сравнительно недавно, в прошлом году побывали на Курильских островах, и это не Россия, Белоруссия, это не тысячи километров, это всего лишь час лета на самолете от нас. Но как было тяжело туда собраться, как было тяжело туда поехать, как было тяжело спланировать это все и в конечном итоге побывать там. И мы столкнулись с тем, что нужно, чтобы было желание. Кто может вложить такое желание? Как вы думаете? Господь, вы знаете, и Господь вложил это желание, посеяв вот это желание, как семечко, в добрую почву. И мы долго молились, отец очень хотел побывать там, мечтал он был один раз, и прошло около 15 лет, мы молились, знаете, собирали отдельные средства, чтобы именно туда побывать. И некоторые детали вам раскрою, у нас собралась большая команда, мы размышляли, планировали, молились, постились даже. И когда наступил момент, чтобы делать пропуска туда, там пограничная зона, откликнулось всего три человека. Хотя, как бы, нас собралось много. Ну, для меня такой небольшой был шок. Столько молились, ожидали, просили, а чтобы пойти и вот поехать туда. Ну, так мало людей. И вы знаете, я так возмолился чуть-чуть другой молитвой. Вот, и чтобы вы, ну, я не знаю, какие тенденции сейчас. То есть, представьте себе, дорогу вам оплачивают, жилье оплачивают, ну, на определенное время. И, ну, в общем, взмолились мы после молитвы, желающих стало чуть больше, у меня уже здесь чуть-чуть отлегло. И, вы знаете, у нас собралась удивительная команда, разновозрастная, но все могли служить. И я даже удивился, что у нас были все возраста, от мала до велика. И мы все категории возрастные могли всем засвидетельствовать и заговорить, потому что для каждого был человек, который в каком-то смысле вот так вот подходит. И, вы знаете, Господь благословил желание многих, молитвы, и мы смогли туда поехать. Ну, началось все с желания, потом мы продолжали молиться об этом усердно, постоянно и долго. Ну, и, естественно, откликнуться на призыв, который Господь нам дал. Вспоминая некоторую хронологию отца, вы знаете, сейчас сложно сорваться на миссию или поехать куда-то, потому что, я не знаю, как в Беларуси, у нас в России, знаете, люди стали чуть-чуть лучше жить. И как бы в каком-то смысле появилось то, что можно потерять, то, что тяжело потерять, то, что приобрело определенную ценность для нас. Вспоминая историю отца, вы знаете, он не был безработным, не был каким-то человеком, который не знал бы, куда себя деть. И тут, в общем, призыв на миссию открыли, и он, в общем, взял какой-то там одеяло или чемоданчик, портфельчик и поехал. Нет, ему было что терять, он работал на хорошей работе, достаточно устроенный был. И вы знаете, что было 30-40 лет назад, то же самое мы переживаем и сегодня, только в нашем современном ключе. И как тяжело бывает, я не говорю уже даже куда-то поехать, куда-то сходить, даже Господу вложить мысль или семя, когда у нас определенная почва. И честно вам признаюсь, рассказывая о Курильских островах, я тоже никогда не хотел туда ехать. Это было желание отца, это была молитва отца, это была нужда отца. Да, мы молились в церкви, братья и сестры, есть нужда, помолимся. Конечно, помолимся. И вот все, знаете, молились. А какой был мотив и какое желание, один только Бог знает. И у меня как бы был свой мотив и нежелание. Но Господь благословил, когда, наверное, я чуть-чуть больше созрел, и Он и в мое сердце, и в разум вложил вот это доброе желание. И вы знаете, мои молитвы поменялись, и мы туда поехали. Наверное, когда мы еще туда не доехали, я еще не понимал, куда мы едем, но когда мы приехали, вы знаете, как-то сердце особенным образом расположилось. Я, живя на Сахалине, понимаю, что из всего острова я бы, наверное, жил в том городе, в котором живу. В остальные не переехал бы никогда в жизни, уж извините за прямоту в каком-то смысле. И Курильские острова так подавно. Но, приехав туда, увидев, какие там люди, опять же, некоторые отсылки к жатве, не вы побелели и поспели к жатве. И помните, молитва и желание Господа. Жатвы много, а делателей, вот, как всегда, мало. И, приехав сюда, нас принял один благословенный брат. Отъезжая от его дома, через забор стоит дерево с яблоками. Яблоки такие вот большие, знаете, и некоторые еще висят на деревьях. Я даже остановился, говорю, Вик, смотри, она что такое? Ну, мы назад сдали, я смотрю, висит дерево. Яблоки вот на земле просто вот, ну, я прошу прощения, валяются. Некоторые уже гниют, и никто их вообще не собирает. Представляете? Ну, просто у нас, чтобы, может быть, у нас так с рыбой, знаете, ну, наловил уже, некуда ее девать, морозилки все забил. Ну, там выкинул, там же фосфор, почву где-то там можно оставить, оно там положительный еще дает эффект. А вот с плодами, представьте себе, яблочное дерево, висят плоды и красивые. Почему я о них говорю? Потому что у нас яблоки привозные, у нас выращивают, конечно, яблоки, но как бы они дорогие, они дорого достаются. Чтобы купить яблоко в магазине, нужно дорого заплатить. А где взять денежки, чтобы дорого заплатить? Надо их заработать, нужно приложить усилия, и тогда ты пойдешь в магазин и возьмешь яблоко, а здесь оно просто гниет на земле. Представляете? И для меня как бы такая картина, думаю, Господи, сколько уже есть плодов, над которыми мы с вами не трудились, которые мы не сеяли, мы не удобряли, мы не поливали, но мы вошли в труд и в служение кого-то, как поколение, которое сейчас. И вот они плоды. Некоторые уже даже упали из дерева, их только вот подойди просто и возьми. Некоторые уже гниют, а некоторые уже сгнили. И вы знаете, я, конечно, не хочу олицетворять людей с гнилыми плодами, но к тому, что время идет, и дорожим ли мы этим временем или нет. Нет, то дерево, про которое я упомянул, оно стояло за заборчиком буквально в метре от дороги, в двух метрах от нашей машины, и там заброшенная дача, там хозяин строит дом, и это дерево, ну я так правильно понял, наверное, ему оно просто уже не нужно. Ну, яблок много, там переизбыток плодов и так далее. И вы знаете, я заметил, что, наверное, конечно, не в Белоруссии, это у нас в России, только так, на Сахалине, что есть плоды, за которые молился не ты, постился не ты, проповедовал не ты, но делатель нужен, чтобы их собрать. А для чего? Что нужно? Нужно время, нужно желание, ну, в первую очередь, сердце, желание, сердце и молитва. И это то, с чем мы сталкиваемся сегодня, с чего все начинается. Большие миссии, я не могу говорить о них, но я хочу сказать о том, что знаю о нашей церкви. Наша церковь началась тоже с семейной пары. Господь вложил в сердце желание. Оно поливалось, культивировалось, молитвы происходили, и было высвобождено слово, и брат отправился на миссию. Отец наш даже еще холостой тогда отправился. Я вот сейчас женатый к вам приехал уже. И вы знаете, прошло много времени, и есть плод. И сегодня я понимаю, я некоторые подробности, может, вам раскрою, знаете, я не начинал церковь с нуля. Я, есть люди, с которыми я вообще не работал, но Господь доверил мне определенные дела, и определенную ответственность, которую я взял, и дело, которое мы сейчас несем. И вы знаете, это те плоды, над которыми я не трудился, я не работал над ними. Это то дерево, которое посадил не я, но Господь сейчас верил за этим деревом ухаживать, культивировать, молиться. Вы знаете, у вас большая удивительная церковь. И благодаря молитвам многих из вас, возможно, даже молитвам поколений до нас с вами, совершилось то дело, которое живет на Сахалине. Вы знаете, Господь благословил у нас в регионе достаточно много церквей, практически в каждом районном центре есть церковь. И хотя на момент, например, 90-х годов, 2000-х, мы еще не могли не похвастаться, но порадоваться, так скажем, о таком деле, сейчас дело движется. У нас город около, официально 180 тысяч, неофициально там значительно больше, но только у нас в городе около 14 церквей. И вы знаете, Господь благословил, что мы имеем общение между церквями, между братьями и сестрами. И у нас даже проходят объединенные служения в масштабах нашего региона, и в контексте нашего региона это очень результативная работа. И когда-то, еще 20 лет назад, мы даже не могли представить, что такое возможно. Но сегодня меняются поколения. Вы знаете, я прошу прощения за какой-то пессимизм, может быть. Некоторые служители уже уходят по возрасту, и встают новые служители. И что будет дальше? Как мы будем служить? Что мы будем делать? Как мы будем выстраивать дальше отношения? В вашей церкви такой большой опыт, больше 50 лет. Наверное, с этим, конечно, нет проблем. У нас церковь молодая, и служение молодое. Но мы трудимся, продолжаем. И я в очередной раз убеждаюсь, что без желания, которое Господь положил, без почвы, которую Господь готовит, и без молитвы, и ходатайственной молитвы, это невозможно. И вспоминая об отце, вы знаете, и о пастырстве моем интересном, я еще раз повторюсь, никогда не хотел быть служителем и пастыром. Но я не к тому, что я специально не хотел, и меня заставили, ну ладно, я уже тогда теперь буду. Вы знаете, много Господь поработал со мной, смирял меня через обстоятельства, через многие вещи, чтобы достучаться до моего сердца, потому что было то, что я хотел сделать сам, и было желание Господа. И порой, находясь в собрании, мы сами понимаем, что желание Господа звучит. И вы знаете, мы поем гимны удивительные, и здесь замечательные стихи, записанные справа и слева от меня. Но порой, приходя в церковь, мы забываем об этом Божьем желании, или свыкаемся, или привыкаем, или, вы знаете, в каком-то смысле откладываем на завтра или до лучших времен, пока устройство, пока не устройство. И время-то идет, а вы знаете, а время дорого. И вот это дерево, которое стоит где-то там, яблоки, где уже созрели, они уже начинают падать, что-то перегнивает. И сезон закончился, наступил новый сезон, и опять все так же и так же. Все это повторяется. И Господь работал, и Господь благословил, как бы сейчас так, чтобы эмоционально устоять, извините, благословил в лице Отца, я начал видеть лицо Господа. Знаете, я не знаю, многим ли у вас Господь Отец открылся как Отец. А через пример моего Отца я начал понимать, кто такой Бог-Отец. Иисуса Христа мы приняли. И вы знаете, это удивительная связь взаимодействия между сыном и отцом. Отцом и сыном, когда мы читаем в Священном Писании, она открывается определенным образом. Но если ты еще в жизни, в повседневной, в семейной, имеешь добрый пример, то оно еще глубже открывается, и ты глубже понимаешь характер Бога Отца и Сына Иисуса Христа. И вы знаете, меня всегда удивляло то, что Отец находил время молиться вместе с нами дома. И не просто молился за что-то там, за нас даже. Он вспоминал многих людей. И я думаю, да зачем, ну извините так, эгоистические такие были у меня чувствования. Зачем он их вспоминает? Зачем молиться? Знаете, вспоминал о Беларуси очень часто. Вспоминал о церкви, в которой родился, в которой крещен был Духом Святым, в которой рос. И он уже оттуда уехал давно. Ну зачем ты молишься? Да вот молись, вот здесь есть у тебя дело, есть место. Как-то вот в локальном смысле. Ну нет, он все это вспоминал, все проговаривал. А спустя годы и десятилетия я понял, что это он закладывал определенный фундамент в нашу семью, чтобы мы могли расширять нашу сердечную мышцу. И чтобы Господь мог вложить желание, мог вложить желание молиться об этом и принимать тех, с кем мы будем общаться или молиться, о ком будем дальше. И вы знаете, да, он родил у нас троих детей, он приехал на миссию на служение, но он открыл свое сердце еще для других людей, для многих тех, которые наполняют сегодня нашу церковь, церкви по городу, церкви по области. И вы знаете, сегодня Господь работает с нашими сердцами, чтобы мы могли вместить кроме себя, может быть, своей семьи, еще незнакомых нам людей в молитве, в общении, в служении. Вспоминая некоторые эпизоды, меня удивляло всегда, вы знаете, заходили мы в магазин, вспомнила такой эпизод, когда на кассе кассирша поругалась с покупателем, покупатель что-то был недоволен, и он там ей выговаривал на определенных тонах. И, ну, казалось бы, ну, стоишь в очереди, стой да молчи, что вот совать свой нос там куда-то. И вот он что-то такое сказал, какое-то, ну, что-то такое несуразное, ну, что-то типа вроде как, а вот не подеретесь, или там, а что вы там, что-то вообще такое, вот я даже не могу вспомнить слово, но как-то этот мужчина на него посмотрел, кассирша посмотрела, и, в общем, дальше происходит процедура вот этих покупок, этот клиент, этот мужчина выходит, мы расплачиваемся, продавщица, кассирша там сказал спасибо, вот вы там разрядили обстановку, что-то такое, и мы выходим, а там мужчина этот ждет на улице, которому отец мой что-то сказал. И мы разговариваем, он говорит, а почему вы мне так сказали? Он говорит, да я вот хотел пожелать тебе благословений, чтобы вот ты, наверное, тяжело сегодня работал, может быть, устал, может быть, настроения у тебя нет, благослови тебе Господь. И что-то начал ему говорить, и, в общем, мы на полчаса там остановились, представляете? И они говорят, а я же, я думал, может, это какой-то знакомый отца, знаете, мы вот с Викой сейчас путешествуем чуть-чуть, я иногда разговариваю с людьми, она говорит, ты ее знаешь или их знаешь? Я говорю, нет, первый раз познакомился. Ну, и вот нечто подобное происходило тогда. И мы поговорили, в итоге через полчаса он пригласил его в церковь, помолился за него, и мужчина был такой злой, там даже ненормативной лексикой пользовался в магазине, а тут он улыбается и радостно пошел домой. И вот я иногда думаю, Господи, ну вот совсем немножечко надо, чтобы то яблочко, которое висит на определенном дереве, ну, был человек, чуть-чуть его сорвал, и вот, и положил в то место, где оно вот будет храниться, и в хорошем смысле будет употреблено. Совсем мало надо, с одной стороны, ну, как тяжело этому малому иногда вот быть у нас в сердце. И, вы знаете, я хотел немножечко вспомнить вместе с вами об апостоле Петре, который откликнулся, нет, не откликнулся, но у него такое интересное было желание пойти к Иисусу Христу. Хотел бы с вами вспомнить такой эпизод из Евангелия от Матфея. Так, сейчас, секундочку, извините. Да. Евангелие от Матфея. Вы, наверное, все знаете наизусть уже этот эпизод. С 22 стиха, я так бегло пробегусь, и тот сейчас принудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока отпустит народ. Помните, да? Народ отпустив, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка уже была на середине моря и била волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, сидя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тот сейчас заговорил с ними, сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. И здесь такой интересный брат Петр выделяется из всех учеников. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди, и выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно ты, Сын Божий. И, вы знаете, это место достаточно популярно, и много кто его приводит в пример, но я бы хотел сегодня посмотреть на эту историю с определенной стороны. Здесь есть ученики Иисуса, которые на момент, скажем, определенного возраста знали его, узнавали, но наступили определенные обстоятельства, где они его не узнали. И мало того, что не узнали, устрашились, еще и подумали, что это призрак. И появился Иисус, утешил их, заговорил с ними, сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. И здесь, как бы, такой интересный эпизод, он мне очень нравится, с Петром. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Я задавался вопросами, думаю, почему никто из учеников, почему именно Петр, и почему он захотел к Иисусу по воде прийти? Откуда у него вообще эта мысль появилась? Ну, увидели, устрашились, увидели Иисуса, фу, хорошо, и остались себе бы в лодке, и плыли бы дальше, да? Ну, появился некто Петр, такой странный человек, и у него возникла такая мысль и желание прийти к нему по воде. И смотрите, что Иисус говорит ему, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. И вы знаете, если бы на этом, наверное, закончилась эта история, поставить точку, было бы вообще вот так. Ученики успокоились, Петр сделал шаг верой, вышел туда, куда другие ученики не пошли. И Иисус ему говорит, иди, и он пошел. И было бы все здорово. Но смотрите, 30 стих. Но, видя сильный ветер, испугался, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. И дальше Иисус тотчас простер руку, поддержал его, и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И вы знаете, конечно, в контексте веры, в контексте веры было бы более уместно поразмышлять на этим местом, может быть, большой и малой веры. Но я сегодня, есть такое побуждение сказать, есть ли у тебя желание от Господа, и ты уже начал делать шаг веры, но определенные обстоятельства изменили твое видение и зрение, и ты усомнился, может быть, что это мысль от Господа. И, ну, не хочется говорить, что ты тонешь, но в каком-то смысле утопаешь в этих обстоятельствах. Вы знаете, в контексте того, о чем я рассказывал, вот это слово было про меня. Я не такой, может быть, выскочка, как Петр, у меня не было какого-то особенного видения, но то, что я видел, то, о чем размышлял, я видел и слышал, как Господь, ну, показывает, Ярослав, сделай вот это, пойди туда, сделай вот то. И я не верил, что это возможно, что Господь может изменить людей, что Господь может изменить обстоятельства, и всегда избегал всегда этого, не участвовал в этом. Но, вспоминая цитату, немножечко вырванную из контекста, помните, такая цитата звучит, «Чего боялся, то и постигла меня». И в каком-то смысле, знаете, я тоже этого всего боялся. Но в контексте того, что Господь вкладывал в мое сердце, я благодарен Господу, что все-таки, может быть, сделав шаг веры когда-то, и усомнившись, и начав утопать в обстоятельствах, на которые я начал смотреть, подобно как Петр, на эти волны, я где-то испугался. У меня не было веры, что это можно совершить, что это вообще возможно. Но в мою жизнь еще больше пришел Иисус, который вот подобно Петру взял меня вот так за руку. Знаете, он мне буквально, конечно, не говорил, как Петру, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Но смысл был тот же. И в контексте моей ситуации он мне еще так пожестче, знаете, сказал прям так конкретно, что я даже, ну, не буду говорить, чтобы вы обо мне сильно плохо не подумали, что я такой был. И сегодня, переживая определенное время, оглядываясь назад, я благодарю Господа, который вложился в меня, в нас, и вложив определенное желание, культивировав это все молитвами многих, молитвами конкретных людей, которые ходатайствовали за определенное время, служение, место, Господь совершил дело свое, и есть этому плод. И смотря на время назад, вы знаете, мы были в 2001 году здесь, я видел на видео историческое здание, которое здесь сзади, мне сказали, оно еще стоит, сколько людей было тогда, сколько людей сейчас, само здание как преобразилось, сколько служений происходит в церкви, но вы знаете, когда-то все начало же вот с совершенно малого. Из конкретных людей, которые приняли призыв, Господь вложил желание, сердце приняло, они молились и прилагали усилия, и сегодня, спустя десятки лет, а где-то даже сотню лет, есть служение, плод, и многие-многие поколения вперед, и знаете, есть такая песня, благословение называется, «Блессинг», там, где мы, я не знаю, вы поете ее у себя или нет, там есть такой музыкальный термин «Мост», «Бридж», и там на поколение вперед такие, как бы, знаете, исповедания, провозглашения, и вот кто бы знал, может быть, никто бы не видел, что сегодня, спустя сто лет, мы с вами здесь будем в церкви, такие красивые, удивительные, классные, замечательные, а про Сахалин, про край земли вообще бы никто не знал, но сегодня Слово Господа продолжает распространяться благодаря тем делателям, которые откликаются на его Ниву. Вы знаете, я, рассказывая о себе, не хочу какое-то эго свое подчеркнуть или еще что-то, но я тоже плод чьих-то молитв, плод евангелизма, плод чьего-то времени, который вложил в меня, и сегодня я здесь стою перед вами. Ну, наверное, самым большим моим ходатайом из людей, наверное, был мой отец. Вы знаете, мы вспоминали некоторые эпизоды перед его уходом, и у него было определенное желание, но это было его желание, не мое. И он молился, молился, и читая одну книгу, не книгу, такую настольную, есть такое издание, «Хлеб наш насочный», читал такую историю там удивительную, когда один человек молился, молился за своего неверующего родственника, молился, молился, уже стало плохо, ему заболело, он ушел в вечность, а его родственник на момент жизни вот так и не пришел. Ну, проходит три месяца после его кончины, и тот родственник, о котором он молился, он приходит в церковь, кается, получает спасение, освобождение, и вы знаете, в церкви он узнает, что была молитвенная нужда у его родственника, который ушел в вечность, он каждое утро, каждый день, непрестанно, системно просил и молился о том, чтобы Господь дал спасение и милость. И вы знаете, ему так стало горько, говорит, что же я, раньше-то не пришел, что же я, говорит, и, а жена того, покойного брата, говорит, ну, смотри, говорит, Господь ответил на его молитву, да, но не во время его жизни, но уже после этого жизненного пути. И вы знаете, для меня это такой интересный образ, как Господь отвечает на молитвы, на желания, добрые желания, которые в воле Бога Отца, и молитвы тех, кто был до нас. И мы же, некоторые, может быть, не знаем, о чем они молятся, а сегодня мы с вами здесь. И как ценно и важно не просто помнить об этом, а еще взять эту эстафету на себя и пойти дальше продолжать это дело. Я не знаю, как часто ли вы занимаетесь миссионерством, евангелизацией, евангелизмом. Вы знаете, смотря на Беларусь, здесь столько много церквей, мы проезжали много церквей, но еще есть тоже неспасенные люди, которые ожидают, которые тоже уже, я прошу прощения, некоторые побелели, некоторые посинели, некоторые позеленели, кто-то покраснел, и они ожидают нас с вами, тех, кто высвободит слово для них, слово спасения, слово утешения, то слово, которое Господь в Духе Святом высвободил когда-то в наше с вами сердце. И сегодня это наша ответственность и наша задача. И благослови нас с вами, Господь, знаете, то, что я говорю, я, конечно, это к себе отношу. Благодарен Господу, что у Бога было такое желание спасти свое творение. И Он послал в этот мир своего Сына, вложив в Него определенное желание. И Он пришел в этот мир, чтобы спасти каждого из нас с вами. И уже прошло около двух тысяч лет, и это дело продолжается. И вы знаете, Господь Иисус, живя на этой земле, собрал целых двенадцать апостолов и очень много учеников. И тот молодой брат, который сделал шаг веры, а потом усомнился, но которого поднял Иисус, вспомните, кто первый произнес проповедь Евангелия, когда началась церковь? Тот самый Петр, да ну, который сказал вот так, а потом там начал тонуть, да ну, у которого там петушки, ему там что-то напевали, да не может быть, которого три раза проверяли там, да нет, ну не может быть. Знаете, это был тоже странный человек, но произошли определенные события, и он, взяв ответственность определенную на себя, говорит то слово, которое Господь вложил в его сердце, и эта проповедь изменила в определенном смысле изменила сотни, а в последующем дальше мы читаем с вами книгу «Деяния тысячи людей». И это то малое, с чего началось, и это поколение, это следующее поколение. И вы знаете, благодаря этому слову, которое сегодня дошло до нас, мы с вами здесь в церкви. Иногда очень скучно, и неинтересно вспоминать эти события, но, братья и сестры, это наша жизнь, это то, без чего невозможно было то, что происходит с нами сейчас. Поэтому благослови нас с вами, Господь, чтобы доброе семя Божьего Слова, которое мы узнаем сегодня здесь с вами в церкви, о котором наша вера, отслышание которого наша вера возрастает, чтобы наша вера эта выражалась в действии, и мы могли делиться этим словом. И благослови вас, Господь, благодаря вашей церкви, церкви в добром, когда-то появился я на этот свет, и, знаете, еще одна удивительная вещь, которая у нас была в семье, отец нас никогда не заставлял, он выработал добрую привычку, чтобы мы ходили в церковь, но принимать Иисуса Христа, вызывать нас на сцену, или еще каким-то образом как-то нас давить на нас, он никогда не давил, и даже для меня было это удивительно, что он, ну, не то чтобы как будто бы нас не любит, проповедует-то с кафедрой, а дома как-то нас, ну, в определенный момент жизни Иисус Христос открылся для меня как Спаситель и Господь, и я тогда все понял, почему Он так делал. И вы знаете, это не было под давлением чего-то, это было мое искреннее, личное желание, которое Дух Святой положил в меня в определенное время и случай, который должен был состояться. И сегодня я плод молитв вашего старшего пастора, служителей, наших родственников, однофамильцев благословенных, и этого всего не могло бы быть, если бы они не сказали Господу да. И сегодня, заканчивая это слово, хочу поблагодарить всех, кто участвует ходатайственными молитвами в деле евангелизма в вашей стране, в нашей стране, и даже на острове Сахалин, и напомнить еще раз, что все когда-то началось всего лишь с семечка. Сегодня наши с вами церкви, это деревья, большой сад, наши с вами города, это деревья и сад, где очень много плодов, которые уже поспели, и нужны делатели, чтобы трудиться на этой жатве. Если вы еще вдруг в размышлениях думаете, пусть Господь благословит вас с добрым желанием откликнуться на Его призыв, как это когда-то сделали наши старшие братья и сестры раньше. И хочу сказать спасибо и поблагодарить Господу за эту возможность, привилегию, стоять здесь, находиться. Вы знаете, для меня некоторые места, это целая история, это события, это трепетные моменты жизни, вспоминая которые, хочется по-доброму плакать и радоваться, и благодарить Господа, что Он провел через столько многое и сделал возможным, чтобы находиться здесь. Спасибо вам большое за это время и возможность, которую вы дали мне. Ну, я не знаю, как у вас с братьями и сестрами и холостыми неженатыми, небольшой такой момент, хотел сказать, братья, вот особенно, если все у вас уже заряжено, я просто в эйфории еще, я месяц как женат еще, как бы, знаете, радуюсь и ликую, ну, не тормозите, в общем, братья, в общем, очень все классно. И уж извините, может быть, я детскую вещь такую скажу, но когда читаешь Евангелие в семье, когда находишься, узнаешь Господа по определенному, по другому. Вы же знаете, что еще Господь сравнивает церковь Иисуса с женихом и невестой. Вот я по-другому это для себя, по-новому открыл и благодарен Господу, что такие благословенные образы Он оставил в Священном Писании для нас с вами. Спасибо. Благословение и вам, Господу. Еще раз то, что я хотел напомнить для нас с вами, это доброе желание от Господа, молитва, ходатайственная молитва и отклик на призыв, чтобы быть делателями. Это очень сложно и очень просто одновременно. Спасибо большое за это время, возможность, которую вы дали. Пусть Господь благословит. Спасибо. Останавливайся здесь. Спасибо.